здравствуйте друзья видео надо было записать я считаю дню победы поэтому я понимаю что москве уже наступила но у нас поскольку мы со сдвигом во времени то я сейчас напишу скажу пусть висит очень много знаете народу не вернувшегося еще с войны я не имею ввиду тех кто там погиб я имею ввиду тех кто сегодня продолжает баталии на эту тему мой опыт блогерский там четырехлетний такой что значит все время нападки идут вот допустим если ничего не сказать значит нападают как ты вот гад такой ничего не сказал если сказал что нибудь неважно что ты сказал но сразу найдется те кто вот они там состоянии войны и им повоевать хочется ну что тут скажешь не знаю значит воевать ни с кем не хочется война закончилась и вопрос только в том как разные люди этот день встречают проводят что для них что для них в этом дне для меня лично если так говорить я не пытаюсь на других распространять но вот для меня лично это день скорби день памяти тех кто не с нами и я родился 10 лет после после войны через 10 лет и была очень жива память о друзьях о родственниках о разрушенных как сказать очагах где выросли родители бабушки и дедушки погибшие на фронтах члены нашей семьи и замученные просто по ходе уничтоженные тоже поэтому тяжелый день тяжелые воспоминания и что тут сказать день для меня это день памяти и день скорби и чтоб не повторялось такое никогда мир меняется технологически в таком направлении что все что люди делают они становятся более изощренными раньше мы человечество в целом не могло причинить такого ущерба окружающей среде как например сейчас с появлением химической промышленности раньше люди не могли уничтожить столько себе подобных когда уничтожение шло но вот там я не знаю чем пикой там каменным топором там потом лук со стрелами потом пищали которые там по полчаса заряжать надо было знаете сейчас ты чё одна кнопка и глядишь там пол планеты нету а на самом деле уже и всей нету потому что остальным тоже не жить в том в том что останется после уничтожения одной половины поэтому что тут скажет я не не такими категориями уж прям оперирую как там все человечество но все таки все более и более опасно становится вовлечение войну в конфликты стран с такими технологиями с ядерным оружием особенно и мы видим что это происходит мы видим что войны происходят и и до возникновения ядерного оружия и после что тут сказать поэтому с одной стороны это день памяти с другой стороны для меня это день надежды что коллективный разум как-то не позволит тем кто здоров войны разжигать не позволит им этого сделать я я очень надеюсь да так что для меня это такой день хотя по воспоминаниям как бы родителей дедушек бабушек то есть очевидцев этого всего у нас много семейных историй там было на эту тему как ехали в эвакуацию почему-то знаете люди так память человеческая устроена но когда как сказать когда вспоминают то ли вообще не вспоминают либо что-то такое остается может быть менее травматическое такое вот и она вспоминается знаете вот например мама рассказывала как они там полтора месяца ехали с донбасса на алтай туда в барнаул полтора месяца ехали и их там химические всякие знать защиту там их омывали вот в шее там еще что то то есть заботились чтоб народ там не не заболел там чем-то таким вот и так масса всякого там общения знаете в этих теплушках которых они ехали и вот она почему-то всегда так весело рассказывала об этом об этом ночью 17 лет девочка была да значит вот у нее семнадцатилетние вот это так запечатлелось а о грустных вещах как-то не рассказывали я думаю что это просто очень тяжело еще раз переживать поэтому люди которые были на войне от них практически невозможно было ничего такого знаете услышать чтобы волосы дымом стали не знаю в общем как-то так и чем дальше мы уходим во времени от этих событий чем меньше остается людей вокруг нас кто воевал или просто жил в это время через сколько там прошло 71 год прошел с момента окончания войны соответственно там 75 с момента начала если представить себе даже там скажем 17-летнего человека который воевал может быть даже был призван вами в последние дни войны то это тоже мы уже смотрим на людей которым сейчас под 90 так что очень много стало публикаций ну вот как бы в постсоветский период очень много стало публикаций на тему о том как все было и и это очень сильно ранит чувство людей которые выросли в какой-то системе ну что ли информации понятий ценностей о второй мировой войне о великой отечественной войне и они не ну то есть вы можете какие-то факты там но он же не фактами он он вырос на этом понимаете и как бы вот эта правда которая сейчас публикуется а может быть и не все правда тоже знаете как бывает сейчас 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 много неправды тоже вот и возникают какие-то конфликтные такие ситуации я хочу сказать что кончилась война война кончилась и надо память хранить о людях и делать то что в наших силах чтобы не повторилось такое и сосредоточиться на том чтобы наши дети наши внуки наши близкие сегодня жили счастливы и каждый день наслаждались жизнью наслаждались тем что нет войны что не гибнут люди больше понимаете не не нужно с оружием в руках отстаивать там независимость страны отстаивать право человека на жизнь и и есть войны конечно я по масштабам просто говорю таких такого как великое отечество вторая мировая для всего мира по масштабам сейчас как такого слава богу нет уже с тех пор и при том что есть местные такие малые конфликты относительно малые локальные хотя для тех кто там живет понимаете это это не малый конфликт и не локальный а вот прямо там в его жизни и по нему сегодня вот режет и танками и бомбами и всем остальным поэтому я думаю что мы мы сегодня может быть должны радуясь с одной стороны что у нас над головой ничего такого не летает и сверх не падает вот значит я думаю что мы должны подумать о тех кто кто живет в этих условиях жутких и подумать о том что может быть может быть в наших силах тоже что-то сделать я не хочу сказать что мы можем восстановить войну тем что мы думаем об этом я хочу сказать что может быть еще что то есть что мы можем сделать поэтому уж как минимум как минимум не разжигать не подбрасывать дровишек в огонь я иногда знаете наверное потому что у меня есть видео там знаете тема вопрос у меня был там почему евреи умные ну такой немножко я так сказал юмористический вопрос но у меня такое безобидное совершенно видео но как бы название само привлекает массу народа интересно хотя и без этого видео и без этого народа я постоянно как бы получаю вот по этой части и я хочу сказать что такое ощущение иногда что не поймешь кто кого победил то есть так как бы знаете вот как бы побежденный он он заселился в победители и оттуда теперь вот эти вот недобитки эсэсовские которые сегодня по всему интернету и так далее понимаете ну это то что вы можете сделать вы когда видите это вы можете например там пожаловаться на гугле или там где вы там это увидели вы можете пожаловаться на ютюбе вы можете пожаловаться в любой социальной сети вы можете что-то сделать чтобы заткнуть вот этих вот которые думают что это они победили в той войне для них это они победили поэтому что тут сказать вы можете сказать какое мое дело ну ну правда да действительно значит они и победили если вам дела нет вот они и победили так что что вроде от гремела там и над головой не рвет и там канонады нет такой артиллерийской а что-то такое продолжается перешло в другую сферу в информационную в социальные сети вот так что кто победил продолжается все продолжается они постоянно пытаются доказать что победили они вот вот такие мысли у меня и наверное я бы так на этом и закончил то есть это не тост это не там какая-то такая речь бравурная и так далее и может быть напоследок я вот еще что скажу есть много желающих из тех что во власти есть много желающих или рвущихся к власти кстати не обязательно в области рвущихся к власти которые пытаются себе в актив записать те чувства которые есть у людей те эмоции которые есть у людей те переживания которые у них есть и они как бы спекулируют на этом наживаются на этом не потому что они что-то разделяют в чувствах в убеждениях там это нет не дай бог но они спекулируют они как бы сказать манипулируют зомбируют там и так далее вот еще я хочу сказать что не позволяйте собой манипулировать не позволяйте себя зомбировать не позволяйте наживаться на ваших чувствах на вашей скорби на вашей гордости за дедов там прадедов которые дошли до Берлина может быть и так далее вот не позволяйте на этом спекулировать тем кто в любую секунду вас сдаст и собственно давно уже сдал просто использует по обе стороны океана я не имею ввиду там конкретно вот ту страну или эту это происходит по всему миру сегодня поэтому я думаю что наша ответственность вот сегодня живущих наша ответственность в том чтобы не позволять этого делать с собой со своими детьми со своими близкими вот вот мы на страже все ребята я наверное сказал все что хотел и я хочу пожелать успехов и счастья и мира и небо мирного всем тем кто сегодня живет и будет жить и независимо от того что для вас 9 мая да такой вот такой вот день счастливо спасибо спасибо Субтитры создавал DimaTorzok